Привет, это Андрей и это Моя Жизнь как Кино. В этом видео я расскажу о пляже, который находится в 20 минутах езды от Батуми и входит в топ пляжей Грузии. На нем много места, чистейшая морская вода изумрудного оттенка и пышная субтропическая зелень на заднем плане. А рядом ботанический сад. Главное запаситесь веселой компанией и хорошим настроением. Пять раз если будешь прыгать, я тебя могу отсюда и спрячу. Мои подписчики часто спрашивают меня, Андрей, почему ты не работаешь? Ну как вы думаете, почему я не работаю? Конечно, именно для того, чтобы ездить сквозь пробки к пляжам и снимать для вас обзоры. К этому пляжу можно дойти от входа в ботанический сад по этой дорожке или от адреса Багги 20 по этой тропинке. Вдоль всего сада тоже идет пляж и выйти к нему можно через эти ворота. Вот мы спускаемся от ботанического сада, а вот и сам выход на пляж. На нем находится кафе. Цены в нем приемлемые, но мы почему-то так никогда не попробовали местные блюда, потому что обычно у вас пикник. Итак, потратив 25 лари на такси, давайте еще раз взглянем на пирс и начнем наш обзор в стиле форсаж, анчартед и остаться в живых. Кстати, не прыгайте на эти металлоконструкции из пирса. На этом пролете виден весь пляж целиком. Впереди справа ботанический сад, сбоку стоянки. На пляже мало народа, есть лежаки, зонтики, туалет. Говорят, что температура тут всегда на несколько градусов выше, чем в Батуми. И вода чище, потому что нет рек, которые несут холодную и мутную воду. Пляж знавал лучшие времена. Когда-то по скалам шла лестница и было подвесное кафе. Сейчас пляж спасает близость ботанического сада. Нам предлагали складную кабинку для раздевания за 2 лари. А вот на этих скалах, собственно, и шла эта лестница на соседний пляж. Мы пройдем туда чуть позже по воде. А теперь мы пойдем на второй пляж. Он находится вон за той горой. В конце этого пляжа есть песочек. Надо идти туда. И, наверное, мы обойдем эту скалу. Но прежде чем попасть туда, давайте полюбуемся, как можно красиво прыгнуть с этой скалы. Пожалуйста, напоминаю вам, что если вы не взрослый ответственный человек, то не делайте так. Ну или попросите разрешения у взрослого ответственного человека, который находится рядом с вами. И если он даст, только тогда прыгайте. Надеюсь, эти люди сделали так. Еще раз посмотрите, как правильно прыгать. И ни в коем случае этого не повторяйте. Не хочу быть занудой, но это действительно может быть опасным. Все закончилось отлично. Иначе бы я вам это не показывал. А это мы пробрались на другую сторону. И я все еще отмечаю тысячи подписчиков на своем канале. Вообще, конечно, я не алкоголик. И пью не больше двух раз в день. За 10 тысяч. Следующую цель. Тут мой микрофон заглючил. И поэтому я решил его сменить. А вот один из наших друзей собирается добыть устриц. Как вы знаете, устрицы растут под водой. Их можно добыть с помощью простой маски, лаз и ножа. На этом пляже можно добыть не только устриц, но также мидии и крабов. Сейчас вы их увидите. Тебе для блога еще этого крабана. Привет, дружок. Так что с вас причитается. Он меня цепанул. Смотри. Кажется, он хочет уйти от нас. Э, торможди. Торможди. Загадка подписчиков. Сколько? Тут устриц. Ну, я думаю, к минимуму две. Спрашиваешь, сколько? Я думаю, к минимуму четыре. Ничего себе. А мы их будем есть или где? Нигде есть. Вот эта маленькая к минимуму одна. Есть просто. Вот вторая, вот третья. Не, 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 подожди. Вот эта вот, вот она, видишь, как бы вот. Да, ну вот, вот маленькая одна. Вот, например. Так. Окей, выкладываю. А маленькую тоже можно сажать. Это выброси, это выберем. Вот такой только у нас на канале. Ну, конечно, этот пляж гораздо живописнее, чем обычные пляжи в Батуми. Хотя бы за счет этих скал. И за счет того, что здесь не очень много народа. По пятидесяти, кроме нашей компании, здесь всего лишь две или три компании. Какая-то блогер, что снимает блог. Наша конкурентка. Надо от нее избавиться. Вообще, конечно, этот пляж создан для романтических свиданий. Где никто тебя не найдет, не увидит, не снимет на камеру и не выложит в YouTube. Увидев, как ловятся устрицы, остальные тоже решили заняться морской охотой. Вот они идут с намерением что-то поймать. Посмотрите, как эти морские охотники ловят мидий. Бокал в одной руке, а мидия в другой. Ладно, подойдем поближе. Покажите мидий. Отодвинься немножечко. Ну вот так растут мидии. Так выглядит панорама берега после скалы. А на остатки этого кафе мы попробуем взобраться чуть позже. А в этой части берега растет бамбук. Я думаю, можно даже его себе нарвать, если, конечно, кому-то нужен бамбук. Но вообще, конечно, он продается в магазинах, и я не советую никому зеленые насаждения. За миллионы лет море промыло эти скалы, сделало в них вот такие щели. Выглядит это все очень живописно. Я бы хотел, наверное, жить рядом с этим пляжем, а не с плоским берегом, как в Батуми. Где-то за этой конструкцией находится бесплатный проход в ботанический сад. Какая-то лестница. Но проверять это мы, конечно, не будем. Вместо этого мы залезем на саму конструкцию. Вот такое было кафе. Интересно, почему оно прогорело. А здесь, под этими металлоконструкциями, есть источник воды. Неизвестно, питьевая это вода или нет, но бутылка стоит для каких-то целей. Вообще, весь этот берег напоминает мне игру Uncharted. Что здесь спрятаны какие-то сокровища, и можно до них добраться. Я воспользуюсь этими ступеньками и поднимусь наверх. Чтобы забраться наверх, не нужно особых акробатических усилий. Но все-таки я не рекомендую это делать. Давай, помогу. А, ты там еще где-то забрался? Вообще охрененно, конечно. Я лезу по каким-то конструкциям. Не знаю, зачем я это делаю, но... Не достаю. Почему мужчины живут меньше? Ладно, запускаем дрон. Теперь самое интересное. Моё чувство риска не позволяет мне туда ходить. Вот примерно такой фигнёй мы страдаем. Стоим на непонятной конструкции. С которой в любой момент можно упасть. А все для того, чтобы получить хорошую картинку. Ну и ради тяги к приключениям. Ведь она у меня в крови. Тут, по всем законам жанра, мы должны были устроить грандиозную битву на вершине крепости. Но мы были слишком нетрезвы для этого. Поэтому ограничились простым облётом. Ну, тоже эпично. Мы решили попить на этой высоте. Мне кажется, он слишком тарзан. Пипец. Да, конечно. На, спасибочки. Но, если вы не экстремал, вам не нравятся прыжки в воду, ловля устриц или хождение по металлоконструкциям, то можно просто покататься на сапе. Подошло время ответить на вопросы. А вот мой местный подписчик, который часто отдыхает на этом пляже. Что ты можешь хорошего сказать о нём? Отличный пляж. Никто сюда не ходить, а чтобы нам было больше места. Понятно. Вот такие они места. Но надо отдать им должное. Они хотя бы наливают пиво. Ну что ж, настало время прощаться с пляжем Зелёный мыс и лететь обратно в Батуми. Впереди нас ожидает ещё много пляжей, гор, песков, пустынь, приключений. Так что, если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь. Увидимся снова на канале. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...